Добрый день, уважаемые коллеги! Монна Александровна нам рассказала о том, как это происходит сейчас. Как мы относимся, как мы выбираем больных для неодевантного лечения, как мы проводим это лечение, кому проводим. Ну и если еще раз задуматься, каковы же на сегодняшний день привычные подходы к выбору тактики лечения раннего херба позитивного рака молочной железы, наверное, нужно вначале договориться, что такое вообще ранний рак. По многочислям я пыталась найти какое-то определение однозначное, но во многих уважаемых изданиях к раннему раку относят все, что не имеет отдаленных метастазов. То есть это начиная от совсем раннего, когда у нас Т1, Н0, Н0, и заканчивая местно распространенным Т4, Н3, Н0. Мне очень нравятся два таких схематичных представления о том, как мы выбираем все-таки больных на хирургическое лечение или на предоперационное лечение неодевантное. Двух уважаемых ученых, занимающихся лечением рака молочной железы европейских, это Надя Хербик и Мартин Пикард. И если мы посмотрим, мы увидим, что у них очень схожие взгляды на то, когда и кому мы отдаем предпочтение, либо в хирургическом варианте, либо в предоперационном. Но и там, и там остается большой вопрос, что же делать. И до сегодняшнего дня мы ничего, в общем-то, и не делали. С пациентами, у которых на фоне проведенного предоперационного лечения во время хирургического вмешательства и изучения морфологами предоставленного операционного материала обнаруживается, в общем-то, живая, может быть, где-то сильно, с признаками воздействия, где-то практически нетронутая. Остаточная опухоль. И сейчас уже стало абсолютно очевидным, что прогноз дальнейшей, судьба пациента напрямую зависит от особенностей этой выжившей опухоли. И возвращаясь к нашим сегодняшним привычным подходам в выборе тактики лечения при неметастатическом хербопозитивном раке молочной железы, когда речь идет о первично-неоперабельном, о местном распространенном раке, я думаю, что ни у кого не возникает сомнений в том, что первично-неоперабельную опухоль не нужно оперировать, а ее нужно все-таки попытаться привести к операбельному состоянию. То есть мы этих пациентов, не задумываясь, начинаем лечить тем или иным вариантом предоперационного лечения. Мы проводим им неодевантное лечение. Если речь идет о хербопозитивном раке молочной железы, это либо с тростозумабом, либо двойная блокада. И опять после окончания предоперационного лечения, после выполнения хирургического лечения, у нас остается пока только одна единственная опция на сегодняшний день. Мы продолжаем до года, начатое на предоперационном этапе применение антихербтерапии, тростозумаба. Но все больше и больше становится понимание, что больные, даже которых на фоне лечения удалось привести в операбельное состояние, очень по-разному потом живут. А вот когда речь идет о первично-операбельном раке, тут вопросов значимо больше. Что с ними делать? Если он первично-операбельный, и мы можем его технически, эту опухоль убрать, потенциально у нас появляется шанс сделать хорошую деэскалацию агрессивных режимов лекарственного лечения. То есть начав с хирургического лечения, подтвердив, что опухоль действительно небольшая, что нет региональных лимфоузлов. Когда мы говорим о хербопозитивном раке молочной железы, мы в большинстве случаев можем ограничиться 12 еженедельными введениями поклитоксила, с тростозумабом и получить потрясающие результаты. А если мы начинаем с неоадювантного лечения, мы должны провести в полном объеме 4 АЦ, или потом токсано-транстозумабовый этап, либо провести 6 ТСХ, ТСХП, то есть подвергнуть пациентку с истинно ранним раком достаточно серьезному агрессивному лечению, которое в последующем тоже может иметь какие-то небылоприятные последствия. И опять же, так или иначе, тех, кого мы, даже очень-очень ранних, очень исходно первично операбельных, начинаем лечить. Есть контингент пациентов, у которых остается живая опухоль в момент хирургического вмешательства. И поэтому, как уже говорила Мона Александровна, мы очень ждали результатов этого исследования. Исследование, на первый взгляд, было очень простым. Пациентов, которых хорошо полечили, которых прооперировали, но у которых осталась вот эта живая опухоль, рандомизировали. Часть из них продолжала нашу привычную повседневную практику, а именно продолжала применение тростозумаба до года суммарно. А другая часть пациентов получала препараты тростозумаб и мтензин тоже до года суммарно от момента начала предоперационной антихертерапии. Больные, включаемые в это исследование, рандомизировались в отношении один к одному. Использовались стратификационные факторы, такие как первично неоперабельный, либо первично операбельный рак молочной железы. Опять же, очень важный показатель статуса рецепторов эстрогенов. Чем проводилась неодевантная терапия? То есть, что это была моно-антихертерапия тростозумаб, либо это была двойная блокада. Первичной, конечной точкой этого исследования была заявлена выживаемость без признаков инвазивного рака. Все остальные показатели, такие как безрецидивная выживаемость, общая выживаемость, выживаемость без удаленных метастазов, конечно же, безопасность, были отнесены к вторичным точкам, вторичным целям этого исследования. Критерии включения и критерии исключения, на них не буду подробно останавливаться, они отражали как раз отбор той популяции, которая и позволяла теоретически ответить на эти вопросы. Даст ли что-то, изменится ли что-то в судьбе больных, если после операции пациенткам, у которых опухоль все-таки выжила на фоне предоперационного лечения, либо продолжается классический вариант тростозумаба, или мы что-то проводим другое, а именно мы даем коньюгат тростозумаба с цитостатиком. Из базовых критериев исключения, наверное, имеет значение это достижение кумулятивной дозы антрациклинов, поскольку мы говорим о больных, получивших предоперационное неодевантное лечение. Немножко о конечных точках. Мы знаем, что начиная с начала нулевых, когда стало развиваться именно предоперационное лечение, когда FDA, в частности, пошли эксперты FDA на то, что можно было регистрировать новые показания, препараты по новым показаниям на основании достижения точки именно безрецидивной выживаемости. Что такое безрецидивная выживаемость? Это совокупность, это временной интервал от рандомизации до случившегося события. В частности, когда мы говорим о раке молочной железы, к этим событиям относятся и местный рецидив, и отдаленные метастазы, и рак инситу, и инвазивный второй рак в этой же железе, в контрлатеральной железе, другие злокачественные образования, смерть по любой причине. Но, как мы знаем, всё-таки карцинома инситу не влияет на общий прогноз заболевания, потому что, ну, наверное, в 99,9% случаев мы можем после выполнения хирургического вмешательства, дополненного по необходимости лучевой терапии и эндокринной терапии, честно сказать, что данный вариант рака, хоть и карциномы, является абсолютно курабельной опухолью и не влияет на дальнейшую продолжительность жизни пациента. Именно поэтому экспертами НСИГрупп было принято решение об исключении такого события, как развитие карциномы инситу, из точек, определяющих наступление события. И поэтому вот этот основной показатель, который вы сейчас будете видеть практически во всех новых идущих исследованиях, первичная точка, одна из первичных целей, это выживаемость без признаков инвазивного рака молочной железы. Что касается второго злокачественного образования, вы знаете, что в некоторых случаях сложно дифференцировать отдалённые метастазы и развитие второй опухоли, но в любом случае это событие может оказать существенное влияние на общую выживаемость. Более того, некоторые вторичные злокачественные образования могут возникать вследствие используемых в конкретном данном исследовании препаратов. Ну, например, рак эндометрия предъявлено применения антиэстрогенов, рак мочевого пузыря, индуцированного циклофосфамидом, вторичная гемобластоза, к сожалению, о которой мы видим у пациентов, получивших исходно антрациклины и другие некоторые алкелирующие химиопрепараты. И в исследовании Катрин, о котором мы сегодня говорим, точки, обозначенные как события, которые оцениваются за определение первичной цели исследования, не включались. А развитие вторых иных злокачественных образований в данном исследовании просто было заявлено как одна из вторичных целей. Итак, в исследование было включено почти полторы тысячи пациентов, которые были разделены по соотношению один к одному на две группы. Наверное, стоит сказать о том, что если по нежелательным явлениям все-таки тростозумапомтензин это не чистое моноклональное антитело, это все-таки моноклональное антитело с цитостатиком, имеющее свои нежелательные явления, если происходило развитие токсичности, обусловленное тростозумапомтензином, пациентам допускалось перевод их в группу тростозумапа, и они до положенного годового интервала суммарно получали уже тростозумап. Но если это нежелательное явление, случившееся у пациента, получающего тростозумапомтензин, было обусловлено тростозумаповой частью препарата, то, к сожалению, продолжение лечения таким пациентам не представлялось возможно. И из всех полутора тысяч включенных больных, из 743 включенных в группу лечения тростозумапомтензином, 71 пациентке потребовалось перевод их в группу, получавшую в дальнейшем тростозумап. Больные были очень хорошо сбалансированы между группами. Мы можем обратить внимание только на такой интересный феномен. Мы знаем, что гормон позитивной, геропозитивной опухоли все-таки в подавляющем большинстве хуже отвечают на предоперационное лечение. И поскольку в исследование включались только пациентки с резидуальной, с остаточной опухолью, оказалось, что в исследовании Катрин более 70% пациентов имеют гормон позитивной опухоли. Почему это произошло, вы понимаете. Потому что это именно те пациентки, у которых и осталась остаточная опухоль. Обращает внимание достаточно молодой возраст участниц исследования, менее 50 лет, 49 лет, это была медиана возраста. И что касается выраженности вот этой вот остаточной болезни морфологической, мы видим, что где-то примерно каждый третий пациент, включенный в исследование, имел резидуальную опухоль более 2 сантиметров, то есть достаточно плохо отреагировавшую на предшествующее наодевантное лечение. Двойную блокаду в наодевантном лечении получало менее 20% пациентов. Что же оказалось по эффективности? Итак, я напомню, первичная цель этого исследования была оценить выживаемость без инвазивного рака молочной железы. И мы увидели, что при оценке трехлетней выживаемости без инвазивного рака молочной железы, пациенты в группе тростозумаб лаконтензином имели эту трехлетнюю выживаемость на 11 с лишним процентов большую, чем пациенты, которые лечились по нашей привычной рутинной практике, просто тростозумаб получали до положенного годового срока от момента начала на предоперационном этапе. Если вы вспомните самые громкие успехи адювантной терапии, то тамоксифен, который позволил получить вот это различие 6-7%, почти 7%, стал бестселлером уже больше, чем 40 лет. В исследованиях других таких различий на сроках трехлетнего наблюдения, в общем-то, то, что касается рака молочной железы, мы не видели очень давно. Первым проявлением прогрессирования болезни чаще были отдаленные метастазы, но в группе больных, получавших тростозумап имтензин, частота встречаемости этого события была значимо меньше, чем у больных, которые получали тростозумап. Обращать на себя внимание, пока я не могу найти какое-то логичное объяснение, может быть, так случилось, но может быть, в этом что-то есть, это достаточно высокая частота выявления в качестве первого признака прогрессирования метастазов ЦНС в группе получавших тростозумап имтензин. Может быть, это связано с тем, что больные хорошо наблюдались в рамках исследования, все-таки частота и тщательность наблюдения значимо выше. Подгрупповой анализ выживаемости без признаков инвазивного рака молочной железы наглядно нам демонстрирует, что практически вне зависимости от оцениваемых стратифицируемых факторов пациенты в группе тростозумап имтензина выигрывали по сравнению с больными, получавшими просто тростозумап. наибольшие, точнее, не наилучшие результаты, а наибольшие различия были продемонстрированы у пациентов с достаточно выраженным объемом резидуальной опухоли и у больных, у которых был подтвержден херпозитивный статус. Могу сказать, что в этом году на АСКО очень активно обсуждалась гетерогенность херпозитивного рака молочной железы и еще раз было показано, что если есть гетерогенность, эффективность некоторых даже серьезных антихерподходов не столь высока, как у больных, у которых сохраняется херпозитивность, поэтому мы в своей повседневной практике в дальнейшем для себя хотим обдумать, как отбирать больных, которые будут нуждаться именно в таком адювантном лечении тростозумабом тензин, возможно, мы будем тестировать остаточную опухоль, смотреть все-таки, какой клон опухоль клеток выжил. И очень важным еще одним наблюдением было то, что тростозумаб тензин показал лучшие результаты выживаемости по сравнению с тростозумабом даже вне зависимости от того, чем проводилось адювантное лечение и у больных, получавших в невоадювантном режиме двойную блокаду, было продемонстрировано преимущество тростозумаба мтензина по сравнению с монотерапией тростозумабом в адювантном режиме. Как я уже сказала, в качестве вторичных целей также еще были заявлены такие точки временные, как время до появления отдаленных метастазов, и мы видим, что и этот показатель был значимо лучше на момент анализа трехлетнего наблюдения за пациентами у пациентов, получавших тростозумаб мтензин. На момент первого запланированного промежуточного анализа данные по общей выживаемости, конечно же, пока не зрелые. Вы видите, насколько редкими являются на сегодняшний день пока события, а именно смерть, которые могут по-следующему позволить нам оценить влияние такого подхода и на общую выживаемость наших пациентов. Но мы должны понимать, что когда мы говорим об адювантном лечении, о профилактическом условном лечении, очень важно, как пациент переносит это лечение. Но в данном конкретном случае, когда мы получили столь впечатляющее различие в отношении выживаемости без признаков инвазивного рака, мы можем, наверное, все-таки задуматься о том, что есть, можно пожертвовать некоторой большей токсичностью на этапе адювантного лечения, зная, что это позволит значимому большему числу пациенток прожить без признаков болезни и, может быть, в дальнейшем и улучшить и отдаленные результаты, а именно общую выживаемость этих больных. Мы видим, что более 70% больных, получавших тростусумап и интензин, прошли все 14 запланированных циклов. Конечно же, поскольку цитостатик все-таки входит в тростусумап и интензин, частота и выраженность нежелательных явлений была в этой группе больных все-таки выше, хотя мы не можем сказать, что какие-то очень серьезные нежелательные явления были. Да, был один летальный исход, сложно сейчас оценить, был он напрямую связан или нет. Это был, к сожалению, летальный исход из-за кровоизлияния в метастатическом очагах в ЦНС, но мы видим, что по сравнению с тростусумапом во всяком случае кардиотоксичности увеличения продемонстрировано не было. Абсолютно свойственные для тростусумап и интензина нежелательные явления наблюдались у этих пациентов, от этого никуда не деться. Это некоторые гематологические моменты, тромбоцитопения в частности, и повышение печеночных ферментов. Самым частым событием, которое являлось оценочным для фиксации, что оно наступило, являлась смерть от прогрессирования, а не от нежелательных явлений. Если посмотреть на выраженность и частоту нежелательных явлений в двух группах, получавших тростусумап и тростусумап и интензин, о чем я говорила, да, группа тростусумап и интензин имела большую частоту нежелательных явлений, но вы видите, что в подавляющем большинстве случаев эти нежелательные явления имели выраженность первой-второй степени и достаточно легко монетодировались и токсичность в общем-то в целом была достаточно хорошо управляемая. И еще раз подчеркну вопрос кардиобезопасности. Не было продемонстрировано каких-то различий в частоте нежелательных явлений со стороны сердца и это наблюдение были очень-очень редкими. Итак, что же нам дало исследование Катрин? Мы не просто получили еще один новый суперэффективный вариант адювантного лечения ХР2-позитивного рака молочной железы, хотя 11% различий в трехлетней выживаемости без признаков инвазивного рака это очень серьезные и достойные результаты. мне кажется что мы этим исследованием подтвердили необходимость начала лечения больных ХР2-позитивным раком молочной железы даже в общем-то очень ранним с неодевантного этапа почему? Потому что достижение или не достижение полного лечебного партиморфоза в данном конкретном случае приобретает уже не только прогностическое значение но и предиктивное позволяет нам отобрать тех пациенток которые мы можем число которых и длительность жизни которых мы можем увеличить за счет назначения в адювантном режиме уже препарата простозумап имтензин спасибо за внимание с